Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 31 год, 3 года замужем, сейчас в ожидании ребенка, пишет автор вопросов. Я буду читать и давать комментарии. Смотрите, вы пишите мне 31 год, что для вас, какое значение для вас имеет возраст, да? Вы пишите, что 3 года замужем, что вас общего смужем, что вас объединяет и что связывает, как вы воспринимаете друг друга сейчас, на данный момент. Точнее, как вы его воспринимаете. Что для вас означает ребенок? Два месяца не общаясь с родителями, точнее с мамой. Ну, это понятно. И здесь, забегая немножко вперед, я, наверное, скажу, что у вас есть чувство вины, которое связано с естественным ощущением злости на маму, которое нарушает ваши личные границы, которые бы вам нужно прожить эту злость. Вот. Так что... Это, это самое болезненное. Ну и долг. Ощущение долга. Эм... Тоже на вас, конечно же, влияет. Эм... И влияет, ну... Достаточно... Сильно. Дальше. Эм... Значит, 10 лет я проработала у них на фирме, полгода как ушла. Значит... Ммм... Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем то, что вы работали с родителями. Вот. И... По факту, это означает только лишь то, что... 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 Вы непривязаны к ним. Вот. То есть, ну... Не идете своим путем. В данном случае. Ммм... Мне это трудно далось. Потому что полгода я... Как... Я ушла. Эм... Меня мучило чувство вины. Да. Вот что это... Вау. Чувство. Это... Это злость. Это злость на человека. Мама не обрадовалась особенно, когда узнала, что я буду работать вместе с мужем. Он работает сам на себя. Ну, мама... Мама в данном случае... В случае... Ревнует. Это понятно. А... Собственно... Муж... Моей маме не очень по душе. Так как его родители, которые не очень... Современные. Но относятся ко мне очень... Ха... 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 А... Ну, во-первых... Как это связано? То, что к вам... Кто-то... Относятся... Ха... Нашего или нет. И... То, что он... Современный или нет. Вот. Собственно, есть ощущение, что вам важно одобрение мамы. Здесь. Тем не менее, мы с мужем приглашали на наши дни рождения всех родителей. И вот в прошлом году у меня был юбилей. Я пригласил пару друзей. Родителей мужа забронировала кафе и пригласила своих родителей. Ну вот опять же, здесь есть такое ощущение, что помимо того, что вы делаете этот шьи... inhash... Эээ... Значит... Ну, через, ээээ... Через силу. То есть, через силу приглашая тебя. Эээ... Помимо этого, есть ощущение, что вы завязаны на окружении. Окружение на близких, кто с близкими, слишком сильно вас определяет. Мама на это реагировала негативно, сказала, что опять одна и та же компания, и стыдно сидеть с родителями мужа, и надоело, что у нее в этот день именины. Ну, ваша мама здесь в данном случае опять же проявляет такую вот, как бы, ну, ревность, да, это сонаревнует. На именины мы всегда ее поздравляем, кто мы, кто мы, почему мы, нет никаких мы, есть только я и другой человек, кто мы. Вот, но отмечали всегда символически, символически. Опять же, есть такое чувство, что очень много ритуалов каких-то. В общем, был скандал, все отменила, очень переживала, все благополучно. Пошла она в свои именины в ресторан с сестрой, с которой не общалась всю жизнь. Вот, ну, понятно, это такая вот своего рода обмечка, а вот. Но, скандал, вот что мне интересно, скандал. Что есть скандал? Какой вы вклад выносите в скандал? Именно вы. Дальше. Так. В общем, я эту ситуацию проглотил. А что это значит? Вы проглотили обиду, получается, да? А как вы это сделали? То есть, что вы сделали для того, чтобы проглотить? В особенности, потому что работали тогда вместе. То есть, не хотели конфликта. Да, то есть, избегали конфликта, то есть, это страх конфликта. Вот. Чем вам страшен конфликт? Спустя три месяца, осенью, снова скандал. Мама вдруг на работе решила вспомнить, как неправильно вел себя мой муж. Не так ответил, не так смотрел, когда мы были у них летом в гостях. И как вообще с нами неинтересно и скучно. Я тогда не выдержала и все высказала, что думаю, что не позволю осуждать моего мужа. Да, то есть, вы терпели-терпели, и потом у вас как бы произошел взрыв. Взрыв, это нормально. В данном случае, это нормально. Вот. Но то, что вы свои реакции сдерживаете, вот, а потом их выплескивать, это факт. То есть, тут нужно вот смотреть на то, что вы сдерживаете, и как-то учиться это выражать. Да? То есть, чтобы это не накапливалось. Вот. На что мама кричала, что я променяла родителей на мужика, что я их не уважаю туда. Ну, понятно, это манипуляция в данном случае. В общем, я сказала туда, что больше не приедут. С началом этого года нас с мужем уже никуда родители не приглашали. Да и мы не пригласили на новоселье, да и в гости не приглашали. Ну, помимо того, что вы сказали, что больше не приедете, да, что тоже выглядит как манипуляция, если честно. Вот. Это, в принципе, все нормально. Установление личных границ. Своё день рождения в этом году летом я решил уже не отмечать. Почему? Такое ощущение, что отмечаете вы своё день рождения для родителей только. Мама позвонила на моё ДР, сказала, что завтра приедет меня поздравлять. Вот так, когда она хочет, не спросив, заняты или свободны. Ну, понятно, ваша мама не считается с вашими личными границами. Работать нужно тут именно с этим. Я сказал, что не буду дома, но мама сказала, что приедет утром. Больше всего был возмущен мой муж, который сказал, что так не делается. Может быть, ваш муж и прав, но опять же... Есть сомнение в том, знает ли он вашу маму. То есть, знает ли он, какой человек ваша мама. Скажем так. Дальше. Я уже планировал родителей позвать на чай, но мой муж сказал, что он тогда уедет на работу. Что моё мама провоцирует, мечтает с нашей жизнью, делает как хочет. Ну, у него тоже, очевидно, как-то вот накипело. Вот. Только не совсем понятно, то, что вы собирались позвать родителей на чай, да, как это сочетается с тем, что вы не приглашали их никуда, и они вас не приглашали. На следующий день он уехал, я решил не звать родителей в квартиру, чтобы не поссориться с мужем, а просто спустился, родители меня поздравили и уехали. А как это связано, как это связано, ну, как связано то, что вы могли бы поссориться с мужем, если бы пустили их в квартиру. А вот. То есть, как это связано. Мне очень понятно. И какой ваш вклад в ссору? Потом уже моя бабочка проживает с ними, сообщила, что мама плакала, что я вот, что вот я какая, не пустила родителей на порог. Опять же, манипуляция, обвинение, давление на чувствование. Бабочка мне постоянно передает, что там про меня мама говорит, я с ней в хороших отношениях, но она это за меня, это за маму. Ну, бабочка, в принципе, там, где удобно. Вопрос в том, как это влияет на нас. В общем, я все это время все равно общалась с мамой по телефону. Это интересный момент, что вы в это вкладываете. Вы же говорили, что, типа, больше не приедете, и так далее. Общению это не помешало, а что вы в этом общении находили для себя? Так, старалась ничего особо не рассказывать, а для чего общались тогда? В сентябре она ездила с папой отдыхать, мы отвезли к ним на работу подарок на годовщину свадьбы. Опять же, есть такое ощущение, что вы пересиливаете себя, есть ощущение, что вы передавливаете себя. Живут они за городом, их работа близко от нашего дома. В общем, сообщила об этом маме, на что получила сообщение, что променяла их на мужика, неужели это все ради него? Почему я не подарила подарок им лично, опять же, манипуляции в данном случае? Что мой муж переступил через моих родителей и переступил через меня. В общем, это была последняя капля, больше с мамой не общаются. Ну, опять же, да, вот последняя капля. Вот вы, как бы, доводите себя до последней капли. Я ей послал сообщение, где объяснилась, что я взрослый человек, и что мужик это мой муж, и это моя семья, и не будет хороших отношений, пока она не будет уважать моего мужа. Ну, здесь вы, точно так же, как мама, действуете, прикладываете вину на другого. В общем, она не звонит, папа тоже, только с бабочкой общается, она мне говорит, что я дочь, я должна позвониться, так нельзя. Я считаю, что лучше не звонить, в то же время не понимаю, как разрешить этот конфликт. Конфликт решается путем компромисса. Возможность для компромисса появляется через гармонизацию своего психоэмоционального состояния, чтобы увидеть, где вы можете идти на конфликт, на компромисс. Вот. В этом может помочь разобраться психолог. Ну, и обиды у вас, конечно, тоже присутствуют на маму, которые тоже нужны на преггер. Вот. Ну, это все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.